Но время придет рассудят, сорвет с палачей одежды и сделают это люди, которым ты дал надежду. Мой главный месседж был о том, что Путин слабый кандидат и слабый президент. Алексей Навальный, он завещал нам, что мы должны поучаствовать в этой акции в полдень, в воскресенье против Путина. Путин слабый кандидат. Мы понимаем, что очень много людей в России остаются до сих пор за решеткой политзаключенные, о которых мы должны думать. И я понимаю, что нам будет тяжело. Поэтому я призвала людей, вот этот огонек надежды, который сегодня, возможно, во многих загорелся и разгорелся, благодаря тому, что мы видим, как нас много, как здорово чувствовать себя в окружении единомышленников, понимать, чувствовать собственную силу. Вот я призвала людей сегодня сохранить и как бы законсервировать это ощущение в себе, потому что оно нам еще пригодится. Потому что мы будем вынуждены проходить еще через много серьезных испытаний. И тем не менее, я хотела бы, чтобы мы все понимали, что Россия не просто будет свободной. Мы построим Россию свободной, мы сделаем ее свободной. Да, может быть, не сейчас. Да, может быть, мы сейчас находимся за рубежом. Но мы должны сохранить себя. Мы должны вырастить в себе эти силы, чтобы стать как раз теми людьми, о которых замечательный Леонид Каганов написал в своих стихах. Но время придет, рассудит, сорвет с палачей одежды и сделают это люди, которым ты дал надежду. Вот мы должны сделать так, чтобы Алексей Навальный нами гордился. И чтобы мы как раз стали теми самыми людьми, которые построят эту прекрасную Россию будущего, которую он так хотел видеть и в которую он так верил. В нынешние темные времена свобода – это не только привилегия, но это еще и ответственность. И огромное количество моих друзей, сограждан, близких людей, далеких, людей, которые мне пишут, которые говорят, что вы наш голос, мы думаем, мы чувствуем так же, как вы, но мы не можем. Я выхожу за них сегодня, за тех, кто очень хочет, но не может ни говорить, ни выйти. Они запретили нам все, но они не могут запретить нам быть свободными. И те, кто на свободе, мы должны выходить за тех, кто в заложниках сейчас. Все очень просто. И мы считаем, что это наша ответственность. Мы хотим видеть Россию без Путина. Да! Россия без Путина! Россия без Путина! Это свидетельство о том, что нас очень много, что нужно верить в себя, потому что продемократических настроенных россиян, антивоенных россиян, россиян, которые не хотят видеть Путина президентом, очень много. Они есть и внутри страны, они были вынуждены уехать за границу. Сейчас участвовали в акции «Полдень против Путина» за пределами страны. Но этих людей очень много. Мы не видели такой солидарности в отношении Владимира Путина. В отношении него мы видели фото бюджетников, фото людей, которые являются руководителями коммерческих организаций, очень близких к Кремлю или к местным администрациям. Какие-то провластные движения, движения первых или еще что-то. Это люди, которые за денежку приходят поддержать Владимира Путина. А мы, как говорится в российской оппозиции, Путина ненавидим абсолютно бескорыстно и без всяких денег. Я, честно говоря, когда смотрел сегодня фотографии, видеозаписи, особенно изнутри России, я был удивлен, что очереди вообще есть. Потому что у нас же не было единого места встречи для всех, кто внутри России. Каждый должен был прийти на свой избирательный участок в полдень. И из-за того, что участков много, я ожидал, что прям очереди-очередей не будет. Но по фоткам оказалось, что ровно все наоборот. Даже в Москве были гигантские очереди. Я прям видел на фотографиях. Меня это прям впечатлило. Это свидетельствует о том, что нас очень много, нас гораздо больше, чем мы сами себе представляем. Это то, о чем Алексей говорил в фильме документальном. Если они решатся меня убить, это значит, что мы сильны как никогда. Нам нужно просто почувствовать эту силу. На каждого пришедшего сюда приходится тысячи тех, кто в России побоялся выйти. Но они есть. Нету никакого отчаяния в этом смысле. Нету ощущения, которое нам пытается навязать Владимир Путин, что мы одиноки, что у нас нет поддержки, что наши идеи никто не поддерживает. Это не так. И эта акция, она именно об этом. О солидарности, о том, что нас много, о том, что мы все еще стоим. Как бы сложно ни было, мы будем стоять за себя и за того парня. Ну, очевидно, ответ на очевидный вопрос, это свидетельствует о том, что огромное количество людей, русских, россиян, русскоязычных, самых разных, противоречивых, не всегда, может быть, согласных друг с другом по каким-то другим вопросам, они выбирают свободу, просто свободу. Все сейчас люди, которые находятся в изгнании, которые, несмотря на то, что они лишились своего дома, лишились возможности жить на своей родине, но продолжают бороться, это является тем костяком демократического общества, костяком гражданского общества, которое будет лежать в основе демократической будущей России. То есть те правозащитники, молодые журналистские коллективы, активисты, политики, которые сейчас продолжают бороться, они и станут тем драйвером демократических перемен в будущем. Я вижу себя частью этих демократических перемен и буду продолжать бороться, потому что страна у меня одна, несмотря на то, что Путин выдавил меня из страны в 2021 году, иначе бы я сидела бы так же в ШИЗО, как сидел там Алексей Навальный, безвылазно. Сейчас я продолжаю бороться и делать все для того, чтобы мы могли увидеть эти перемены как можно быстрее. Как говорится, святое место пусто не бывает, кто-то придет. Знаете, тут тоже мне хотелось бы внутри себя, я так чувствую, избежать вот этого, если не Путин, то кто, если не Навальный, то кто. Ну, много людей талантливых, мы их, может быть, еще не знаем просто, которые, безусловно, займут эту пустоту рано или поздно, просто не сразу и не сейчас. А Алексей, он навсегда останется, не знаю даже, примером, светом, он будет жить в каждом, он будет навсегда для всех для нас такой вакцины от страха. Потому что удивительно, конечно, что последнее, что он говорит в этом фильме, он говорит, ну, не бойтесь, не бойтесь, я не боюсь, и вы не бойтесь. Мне кажется, вот это то, что останется от Алексея Навального в сердце каждого свободного человека. Для меня Алексей был особенно важен тем, что он не просто вот сам по себе такая интересная, харизматичная личность, которая ведет с собой народ. Он всегда умел объединять вокруг себя кучу талантливых, интересных, интеллектуальных людей. И эти люди никуда не делись, они по-прежнему существуют. И поэтому, да, для нас это гигантская потеря, что Алексея больше нет, что он убит. Но тем не менее, мы будем двигать Россию дальше, чтобы как раз достигнуть самой прекрасной России будущего.